да что это вообще за херня все еще амнезия 3 и опять это грудь грудь женщина теперь уже я уже даже не я даже уже не надеюсь на то что сегодня я ее пройду глядь что то что я более чем уверен нам бегать еще часа три здесь не ну я конечно все понимаю да спасать ребенка это типа ну благородно как бы по-хорошему но ептодей спасать ребенка ценой это чего что произошло я зацепил этот аналог у меня просто соника сразу взбесилась она уже тоже не выносит эту игру вот как бы но спасать ребенка ценой жизни блять всех остальных это конечно такое себе решение не вообще как он называется блять если игра ну то есть многие жалуются да что вот игр короткие например да там какие-то типа вот прохождение на пару часов ну конечно блять лифты в швеции блять только падать могут на войне есть то есть как бы ну это и что и где мы блять да ладно сломался нахуй еб твою мать ну и чем мне теперь с ним делать да я я вспомнил фильм блять где они обычно через вентиляцию из лифтов вылазают так вот и да многие жалуются что типа вот игры короткие еб твою мать вы моё ну как бы да вот бывает такая хуйня некоторые игры этим страдают блять да длинные игры это конечно хорошо если игра интересная ну да она даже муж своего продала ну так вот если игра интересная да блять 20-30 часов прохождения это блять нормально ну тот же киберпанк например блять я не знаю фиро блять да даже 2 мазей было еще более-менее но если игра дико унылая как незнамо что блять и она еще и долгая при этом это прям вот расстраивает пиздец так как там хуже ой блять столько его не хватает здесь еще блять я так рад был съебаться обратно в наш мир в основном из-за этого чертыла блять едва дементара ебаного но я же говорил у нас еще все блять проснулся сконтактно. Я сразу всем нужен стал. А, Витя, блядь. Полагаю, она хотела Амари, чтобы в нее вселиться, наверное. Бля, мне нравится. Вот, Витя мне скидывает какую-нибудь хуйню, которая, блядь, только ему одному известна, или там его каким-то, блядь, непонятным чувакам, блядь. А потом он, блядь, просто целый час, нахуй, мне разъясняет, что это. Потому что я вообще не вдупляю в эту, блядь, в его какие-то юморайские гаги. Так, там зеленая, здесь красная. Пойдемте сюда, здесь все уже покрушенное, покрушенное. А, ну вот опять эта штука. Типа, что кто-то заразил ее. Да е-оп-тво, мать. О, хранительца архива. Серебряная чирка. А откуда красная плоть в первой части взялась, интересно. Ага. В аду, блядь. Слава нашим именам, блядь. Эт, блядь, Че Гевара хуй. Кстати, тут, по-моему, что-то вроде, типа, тоже несколько концовок есть. Но, учитывая, как меня заебали эти чертылы, блядь, в предыдущих двух частях, я выберу ту концовку, которая поможет мне уничтожить ебаную планету со всеми этими уебками. Как вы вообще здесь оказались, мудазоны? Магия! О, блядь! И стали мутантами, блядь. Ебаный ад! О, нет. Леон. Это, что случилось с Леоной. Как я могу опять вернуться от этого? У нее голос даже изменился, сразу стал какой-то как у монстра. Ты монстр, как Леон. И все, что ты можешь сделать, это безопасно. Охуеть! Вот это был твист. Наебальник у нее, конечно, блядь, теперь уже не секс. Ага. Мы не одиноки в этом мире, да? Блядь, ну сейчас опять бегать от каких-то этих уебанок, ну. Ну, короче, тут по ходу дела все уже предусполагает к тому, что нужно устроить самовыпел. Кстати, о птичках. В первой части, ну, мы считаем, все равно сдох он, да? Он не дал этому, блядь, Малфою, блядь, съебаться в другой мир, ну, то есть вот в эту задницу, за каким чертом ему сюда надо, было вообще неизвестно. Короче, он не дал Александру, да, выполнить свою миссию, но, блядь, он сам-то подох, все равно в конце, блядь, получается. Он сбежал из замка, но все равно сдох. Ты хотел тут остаться, мудилу? Эй, эй, я знаю, я понимаю. Так что мы селим, мы найдем да, ну, видно, блядь. Мистер Муджо. Ай, я, 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 да, оно видно, блядь. Это блядь, мои глаза. Шит. Черная хуйня, это у него начало в глазах. Во второй части, блядь, этот главный, главный гандон, он, типа, самовыпилился, чтобы машину, нахуй, уничтожить. И тут, походу, дело тоже, в конце игры придется самовыпилиться. Что? Вообще, чисто теоретически, раз у нее, она, это, стало легче, на несколько килограмм, она должна двигаться быстрее, нет? Нет. А че это он в бариенна превратился? Кровяка. А, ну это, видать, Хэнк тут развлекся с кем-то. А, вот, вот и тело. Ну, в общем, да, как бы, очевидный факт, что вся ихняя эксцедиция уже все, махуй, в минусе. Не выжил никто, блядь. Ну, вертига эта, ебаная, или как там она называется? Дайте мне. Ага. Мне? Как в сове не сработает, да? Ломаем тут все нахуй. И... И... Ну и что? Я выдернул этот кабель, что теперь? Может, сюда надо его подтянуть? А он дотянется вообще? Вряд ли. Ну-ка тащить. Пошли. Тяни его, дура. Бля, он не дотягивается. Сука. Ну, а что мне это дает? Не понимаю нихуя. Ну, ладно, похуй. Пойдем еще погуляем где-нибудь. Может, это, типа, там где-то надо было в другую сторону повернуть и пройти, а эта штука мешала. Я теперь ее выключил. Ну, так, чисто, как вариант по-логически подумать. Не знаю. А, ну да, там же была еще синяя. То есть я повернул на красную. Красный плод. Иди ты, мать твою! Я повернул в красную сторону, а там же была еще зеленая. Пойдем в зеленую сходим. Бля, блядь, ну как в жопе, нахуй. Так, а поджечь-то мне и нечего, да? Я бы что-нибудь поджег, если бы что-нибудь было. Ничего. Ну, доктор вообще, кстати, молодец, блядь. Он такой, типа, дружелюбный весь из себя был, блядь, по радио-то, блядь. А потом не хватит, какая крысятина ты, падла, блядь. И... И что? Так, оттуда мы приползли. Вот у нас путь один. Он приводит нас в кладовку, где мы, конечно же, берем спичи. И, блядь, и что? И все на? Польше тут нихуя нет? А что вы? А зачем? А зачем тогда все это было? Странно. Ай, блядь. А ну, мало того, что нудное, оно еще и непонятное в итоге, блядь. А, или нет? Подожди, или я тут, ну, блядь, короче, тут... Ты что, такой лабиринт ебаный? Ты вообще не поймешь, куда идти, нахуй. Труп. Дохляк. Жмур. Слушай, а может, надо где-то это уебать красной хуйней этой? Ну, там, не знаю, в шланг, например. Смотри, уебываем в шланг красную хуйню, запускаем туда, и это все начинает. Нет? Ну, так, чисто как вариант. я что-то пока не особого. Ну, блядь. Угу. Нет? Не работает. Оно не пашет. Так, ну-ка, ладно, давай попробуем. Хоба. Хоба. Не, ну, этой хуйней, наверное, можно только вот в тот распределитель засунуть, который мы изначально засунули. Да убери ты. Блядь, а может там что-нибудь сверху было, где надо было пройти? Понятно. Все, я тебя понял. Кстати, я по идее теперь могу нормально бегать, да? У меня же не будет это, блядь, синий экран смерти, блядь. Что там, блядь? Ребенок толкается. Ну так, я надеюсь. Блядь, ну ладно, пойдем наверх сходим. Может, что-нибудь там я пропустил? Что, блядь, в этой, в этой сранине, блядь, кривой нахуй. Блядь, не мудрено что-то было пропустить. Она так топает, блядь, как будто, я не знаю. Ну и что? А что мы сделали-то вообще? Ну я вырубил там какие-то вентиляторы. Ну эти, блядь, шестеренки. А что они, а что они делали вообще изначально? Что они, блядь, крутили? А может, они лифт? Нет. Нет. Так вот, это и был лифт? А как я тебе его, блядь, починю? Блядь, там в рот уходил куда-то наверх. Ну, ответный. А куда? А хуй знает. Не вижу ничего, блядь. Блядь. За что мне все это, а? Нет. Нет. Ничего. Галяк. Блядь, ребят, вы себе даже представить не можете, нахуй, насколько она меня утомляет, блядь. Это самая уебищная игра, наверное, из всех, которые я играл, блядь. Блядь, даже, блядь, первая, сука, амнезия, она хотя бы была, сука, страшная местами, ну да, то есть она напрягала, бля, немножко, но это, блядь, она даже не страшная, она просто нудная до усрачки. Не, все нахуй, пизду. На заказ я больше не работаю, блядь. Я там рот ебал. И что это? Ну, это шприц. И что мне дает, вот, блядь. Эту хуйню уже сломали. Ну, блядь, карта, карта карты, но я нихуя из нее не понимаю все равно. Пиздец. Нет, вот я, я могу предположить, что эта игра, как я, чумовые, чумовые истории, в которые я собирался играть следующие. Да, она может быть тоже нудной, да, она может быть тоже какой-нибудь, да, типа хуёвый. Я это все прекрасно понимаю, но там хотя бы я, я сам ее выбрал. Это мой выбор, я, то есть, мне только себя останется, винить и разработчиков. А тут мне эту игру, блядь, сказали, проходи, блядь. А она вот говно, говно и оказалось. Просто у меня что-то такое подозрение, что Мэри, сука, сама в нее не играла даже, в третью. То есть, в первую, она, она и про вторую-то что-то говорит, что, типа, она ее уже забыла, а третья, соответственно, ее и не было в проекте. Глава экспедиции, Джеймс Генри Митчелл, негр? В 37-м году глава экспедиции? Да ладно, блядь. Блин, я прошу, Кройден, не знаю, где это, но вот пишу тебе заметки, а сама себе только зачем. Вам не найти лучшего руководителя экспедиции, чем Хэнк Митчелл. В смысле, блядь, Джеймс Генри Митчелл, Хэнк Митчелл, а разработчики в курсе, что это два разных имени, да? Чтобы извивать его сердце, достаточно обеспечить пол-литра кофе в 8 утра до полстакана Бурбона в 11 вечера. Список дел, обсудить с Рэйчелом Маликом ситуацию Тасси, объяснить Рэйчел, какое место в иерархии занимает Алекс Стерлинг, заверите, что можно обращаться в случае возникновения проблем. Малик и Тасси тоже помогут. Нихуя мне это не помогло. Блядь, так, а что я хотел еще... А, кстати, о птичках, я тут вспомнил интересный исторический такой момент. В 1937 году, не далее, чем в декабре этого года, в китайском городе Нанкин начнется просто лютейший пиздец, с которым позавидовали бы даже нахуй разработчики амнезии. Если кто не в курсе, это историческое событие называется, блядь, Нанкинская резня. Японская армия так долго осаждала Нанкин, и их это так здорово выбесило, ну что, типа, какие-то, блядь, китайцы не хотели им сдаваться, что они устроили там такую, блядь, вакханалию, блядь. Видимо, немцы у них учились, потому что они просто там пачками расстреливали людей, они по фану кто больше за день зарежет, нахуй, мечом гражданских. Они насиловали женщин, детей, стариков убивали, короче, там, отрезали головы детям, нахуй, засовывали, блядь, зонтики во всякие непристойные места женщинам. Короче, они там творили такую иутую срань. Они столько людей угрохали там. Но, как это обычно бывает, японцы делают вид, что этого не было, что это, типа, все выдумка и все это неправда. Короче, я так понял, единственный способ нам что-то сделать, это вот где два кабеля этих было, все. Больше здесь, ну, просто ничего нет. От слова, блядь, вообще совсем, нахуй. Вопрос только в том, а, ну, и, блядь, и что мне с этими двумя кабелями делать? Обратно вставить ее, что ли? Я так понял? Ладно, окей, предположим, это лифт обеспечивает работу. Ну, вот правый лифт, то есть левый лифт, он уехал с этим гандоном, который, с доктором, а, причем это не доктор кто, а доктор зло, оказывается. А, блядь, вот тот, на котором ехал я, он нихуя, он не работает. А как его заставить работать? А никак, нахуй. Ага, ну да, вон он этот лифт-то, блядь. И что? И... И... То есть, если бы мы, блядь, играли в какой-нибудь фиор, я бы еще, может, разобрался, но в древних, блядь, электротехнологиях, конечно, я ничего не понимаю. Ну. Ну. Ладно. Допустим, попробуем, пошли, попробуем вызвать тот второй лифт, может, он приедет все-таки. Сомневаюсь. Бля, я более чем уверен, что нихуя он не приедет все равно. Не, ну, а какие у меня, интересно, бля, еще есть варианты, блядь, не скажите нахуй. Тот шнур, она не выдергивает, он нифиг, ну, он не двигается, блядь. Он уходит куда-то наверх, и все, и до свидания, блядь. Этот не дотягивается. Я поиграл, сколько я поиграл? Наверное, минут 20, да, блядь? У меня уже башка просто опухла, блядь, с этой всей хуйни. И что? Ну, вон оно работает. А это не работает. Господи Иисусе, Дева Мария Иосиф, блядь, за что мне это все? За что мне, блядь, почему я должен проходить эту срань, блядь? Она такая нудная, она такая тупая. Пиздец, блядь, натуре, это худшая амнезия всех трех, блядь. Просто, блядь, просто настолько она унылая и бестолковая, блядь, что это просто я хуеваю. И, конечно, да, вот это вот, я не знаю, они что пытались этим добиться, повъебываться, что ли, но вот это вот лазение, блядь, под историческим, инопланетным каким-то хуй по мечему, блядь, нет, это вообще, ну это, ну это вообще ни о чем, блядь, это не интересно, блядь, пиздец. Ну вот он не работает, он уходит туда-то наверх, а куда наверх он уходит, хуй его знает. Вон лифт. Тут дырка, блядь, тут что-то надо, блядь, я не знаю, что тут надо сделать, я вообще не, блядь, не понимаю, нахуй, ну откуда, блядь, какая-то ебаная дура, блядь, из 37-го года может, блядь, сука, знать инопланетные, ёб, вашу мать, технологии, ебаные разработчики, блядь, сгорите в аду, нахуй. Ну вот и как, нахуй, это починить, блядь. Если она этого не знает, мне-то, ёб-то, откуда это знать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что? И что дальше-то, блядь? Почему здесь, блядь, нет лестницы, как в американских фильмах, да, блядь, в шахтах всегда есть лестница, блядь, даже в Фере была лестница, ёбаный насрал. Ага, я тебя понял. Охуенно. Просто охуенно. Я должен был вот заметить, нахуй, увидеть это, блядь. Что за пиксель-хантинг, ебаный? Ой, блядь. Нет, эту игру я бы не посоветовал вообще никому. Доктор Кастер. А, это хрен. А, это он сломал лифт. Ох ты, пидор. Мы же в одной тиме. Просто первая амнезия, она хотя бы, ну, для любителей хоррора, ну вот именно, да, просто, чтобы попугаться, там, полазить, постелсить, она еще ничего. Несмотря на общую, как бы, убогость игры, первая амнезия еще кое-как, нахуй, хотя бы. Ты, ебаный, ты насрал. И что нам делать? Нужен план. Ты, ебаный, насрал, закрой дверь. А он что, за дверью тут сочетает? Ага. А может, я сейчас не хуйнуть? Съебался, нахуй. Гадный дом, блядь, штопанный. Эта игра, она даже не страшная, вот вообще не страшная, даже в первой амнезии, ну, как бы, ну, она напряжная такая, да, типа, блядь. А это она не страшная, блядь. Она просто унылая. Нет, тут как бы есть, да, этот, типа, стелс, типа, монстры, типа, блядь, эти, скук моменты, блядь. и все такое, прочее, но, блядь, ну, это как бы все. Это, блядь, тот же Last of Us. А вот Last of Us, разве ужастик? Нет. Это выживалка. Резидент и был, блядь. Да, Резидент и был страшнее был, блядь, чем вот это вот, блядь, унылое говно. Только не говорите мне, что я, типа, опять отъехал. Я тогда, блядь, просто сейчас взорвусь, нахуй, буду орать всеми благими матами. Потому что, ну, ёп вашу мать, ну, как бы это. А ничего так, что на меня вообще ничего не воздействовало, да? Я же от того упыря съебался, она просто сама... Я на огонь смотрел, кстати говоря, даже. Специально. Я смотрел на огонь, блядь, а её вдруг накрыло. То есть это была катсцена, что её накрывает, и она, типа, борется, она там сильная, независимая. Или это что, блядь, или это... Или, типа, она крякнула, блядь. Так. Блядь, но я теперь буду ещё вспоминать, где тут ебучая лестница наверх. Блядь. Нет, это просто невыносимо в это играть, отвечаю. Ну, в принципе, у меня уже дел ближе к ужину, и, в общем-то, я оказался прав, ну, как обычно, я же никогда не ошибаюсь. Я оказался прав, и, конечно же, блядь, я эту злоебучую сранину не пройду сегодня опять. Потому что, блядь, она бесконечная. У неё нет конца, она настолько унылая, вялая, блядь, что она просто, блядь, она вечная, продолжается. У неё нет конца, как будто, блядь. Я не знаю, сколько ещё, блядь, тут надо наматывать круги по этим, блядь, непонятным, каким-то злоебучим хуй пойми где, и когда это вообще кончится, блядь. Ну, в гробу я это видал всё. И мне хочется написать, блядь, жалобное письмо, блядь, в Швецию, на шведском языке, блядь, на шведских матах, написать разработчикам, блядь, чтобы они больше никогда, сука, в жизни не продолжали ёбаную амнезию, блядь. Чтобы это всё, это была последняя часть, забудьте нахуй, вообще больше никогда не создавайте игры, блядь. Распустите свою ёбучую компанию, блядь, и идите продавать, нахуй, стрёминг, нахуй, на рынке, блядь. Ну, поехали, твою мать. Кто этих уёбков допустил до разработки игр, я, бля, понятия не имею. Я могу поддержать твои компаниями, но ты должен оставаться до того, что ребенок будет умер. Одна жизнь против остальных нас. Что ты скажешь, Фили? Тази, это должен быть твоя жизнь. Это твоя жизнь. Я не могу, я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не даду к этому ребенку. Нет, я понимаю, ну, типа, если бы там вот Элис, например, да, ей там сколько-то, 5 лет, например, или сколько-то там, да, то есть она уже как бы ее растила, заботилась, да, все такое и прочее. И да, конечно, тут, блядь, нормальная мать всех порвет, нахуй, за ребенком, блядь, и всех своих друзей покрошит, и мужа, блядь, и эту инопланетную сучку. Блядь, у тебя ребенок еще даже не родился, блядь. Как бы, блядь, ты спасешь всех, вы вернетесь домой, и вы, блядь, заведете нового, нахуй. В чем проблема? У нас вот, блядь, детей, нахуй, на помойке выбрасывают, и ничего, блядь. А здесь, как бы, блядь, жизнь, блядь, десятих человек против, нахуй. Ебаный ад. Блядь, я думал, мне Вася звонит, а там какие-то терпилы. Блядь, младенец тебе не ответит, а хоть оборись. О, портал, заебись. Давайте свалим нахуй отсюда, да, ты в жопу. А, ну, конечно, батарейки нет. Он ее, конечно же, вытащил, блядь. Ах, блядь. Не, ну, конечно, то, что вся игра скатилась в каким-то, блядь, инопланетном хуйне, блядь, это, конечно, прям вообще минус в репу полный, блядь. Оно, конечно, выглядит как финал, но это не финал, сто процентов. А доктор, кстати, не плохо, что хранился. Оно, как раз. Я пытаюсь освободить вас. Оно. Стоп. Ёбаный насрал. Сука, матка чужих, ебать ее в рот. А, так и эта императрица, а кого же я тогда грохнул? Ага, тоже Блять, на этот, подсадить, нахуй, на иглу, блять И к чему, блять, тогда все это было? Блять, я тебя беру к ней И тоже ее, ну да И тоже ее, ну да Блять Ну как всегда, на самом интересном месте меня отвлекают Что сказало? Блять, она не задает самых простых вопросов Если, блять, она такая хорошая, то почему за мной охотятся дементоры? За мной охотятся, блять, голожопики Какого хуй она пытается меня угробить, нахуй? А царица эта, блять, из кого она теперь будет качать, нахуй? Витай свою То есть она будет убивать людей пачками, блять, чтобы поддерживать ребенка и тешить свое самолюбие Я хочу быть матерью? Блять, у нее там по венам какая-то черная хуйня, течет, она решила ее кормить грудью? Да вы серьезно? Пей, сука Если мы пытаемся домой, я могу найти способ, чтобы держать тебя в безопасности? Или будет Алиса снова? Все, скорее второй вариант Что ты живешь здесь? С ней? И все эти вещи, которые они должны сделать, чтобы держать ее живым? Что мы должны сделать? Алиса, нет Алиса, нет Алиса, твои глаза, чтобы уйти, придется Алиса, нет Тебе Что алиса, нет Мама, ты Doesn't Слышишь А бедальон где? А, этот спиздил, черт у меня Извините Так она даже не носит лифчик, что ли? КОНЕС пиздец и что нам делать и по ней наверное хочу стеной выбор короче скорее всего сделать какой-то выбор который влияет на концовку но я уже так заебался и мне так надоело блять мне похуй вообще но так чисто с точки зрения логики да блять но если она заберет этого ребенка он сдохнет все равно здесь он будет валяться нахуй и ради него блять это ебаная матка нахуй будет убивать людей ну я потом в интернете гляну какие там еще были концовки короче пиздуна все мне уже мне уже просто мне даже уже неинтересно даже неинтересно сражаться тут за что-то блять это в киберпанке это мозг ебал а смысл зачем сопротивляться наш типа я хотела меня убить пожалуйста запустите титрова же я уже не я уже не увожу это все блять это очень не конец все убейте меня плиз ну и что Слушай, у тебя только один вариант, по-моему, остается подруга, бля. Просто берешь нахуй, прыгаешь в какую-нибудь мясорубку. Ачивка Таси. Ачивка Жнец. Господи, слава богу, она закончилась. Неужели? Я до этого дожил. Я прям не верю. Радости полные портки. Ну, я думаю, и так все понятно, блядь. Это ужасная игра. Просто отвратительная, блядь. Мерзость, гадость. Прям вообще мне не зашла совсем. Два балла я накинул тупо за графику. Она не страшная, вообще не страшная. Она не интересная, она унылая. Тут какой-то ебанутый сюжет, нахуй. То есть он, может быть, не был бы такой ебанутый, если бы как-то, блядь, по-другому он бы подан был бы. Но он какой-то сратый, блядь, все равно, блядь. Она просто выносит мозг. Декорации отвратительные. Вот это вот то, что они приплели сюда, этот самый, блядь, громкая музыка, нахуй. Ну, зажмите R2. Они тут этих пришельцев ебаных приплели, короче, и вообще обосрали все, что... И она и так-то амнезия не особо хорошая игра, блядь. Но тут они просто в себя переплюнули. Ну, и типа просло этими штуками. Блядь, короче... Короче, ебаный ад, это пиздец. Не советую, короче, я в нее играть вообще. Первая амнезия, блядь, хоть она и кривая, и всратая, и ублюдская, но она хотя бы как ужастика интересная. Она хотя бы страшная. Вот только вот из-за этого, блядь, ей плюс. Вторая это ладно, вторая вообще топовая амнезия. Но эта, блядь, она и ужастик никакой, и приключенческая она никакая, блядь. Она просто никакая. Вот просто тупо за графон. И то, блядь, она еще и баганая при этом, блядь. При этом в великолепном графоне она еще, сука, и баганая. Короче, ну, 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 блядь, ну, ну, пиздец. Мне просто сказать нечего, блядь. Тут просто одни минусы. Кроме графона, вот эта вот типичная, сука, современная игра. Мы вкручиваем пиздатую графику, но игра при этом говнища полная. Не знаю, играла ли сама в нее Мэри, блядь, но... Мэри, если ты в нее не играл, а поиграй, блядь. Прочувствую на себе весь этот пиздец. Фух. Так, ну, в общем, короче, что я хотел сказать. А, вот, короче, эти, концовки. Если оставить дочь, это Тиана повалит ее за ее правильный выбор и превратит ее в гуля. Для быстрого измолвения от мучений. В виде монстра та будет бродить по руинам мира этих пришельцев за пределами комплекса, имея лишь остаточные воспоминания о Мэри. Ну, то есть, короче, даже если бы, если бы я не положил ребенка в эту влюльку, нахуй, все равно бы меня его отняли, я бы сдох, и, точнее, не сдох, а стал бы одним из голожопиков, которые лазают там. Если, короче... А, нет, это вот типа, да, это если оставить в смысле влюльке. Если забрать о Мэри, но будет сопротивляться при побеге, то концовка будет идентична предыдущей, за исключением того, что за заставки фона финальных титров будет изображена игрушечная обезьянка, которую героиня кладет в крабатку о Мэри в предыдущей концовке. То есть, как бы, вообще разницы нет, я так понял. Если Тася решит расправиться с императрицей, она сделает три инъекции красной плоти в падающие насосы в святая. После этого ресурсы питающие императрицу будут устроить, тем самым убив ее и уничтожив то немногое, что осталось от ихнего мира, однако Тася и Амари в итоге поглотит и убьет тень. Кто такая тень, нам не объяснили в течение всех трех амнезий. Если Тася... Короче, если съебаться с дочерью, она может активировать портал, который отправит их в Париж за пределы досягаемости Тианы. Императрица попытается помешать, но этому нужно пробираться аккуратно и не попадаться под ее воздействие. А, ну это типа как от Дементоров съебываться. В этом случае превращающиеся в Гуле Тася вместе с Амари ждет неопределенное будущее. При выборе такого завершения игры есть два варианта концовки, зависящие от количества смертей игрока по ходу игры. Если игрок прошел игру без смертей, Тася на заставке финальных титров будет иметь человеческое обличие. А если он умирал много раз, но это видимо как я, то героиня будет выглядеть как Гуль. Короче, концовки говно. В принципе все, наверное. Как бы вообще не важно, что ты выберешь. Да оно и не, блядь, оно и не важно. Вот в Киберпанке важно, потому что ты переживаешь за персонажа. Там, блядь, я не знаю. Блядь, просто таких игр с многими концовками. Блядь, да даже в Сайлент Хиле, блядь. Ну, например, в первом, да, это важно, потому что ты переживаешь за персонажа. Во втором не особо важно, потому что персонаж Гондон. Там, в третьем, ну, в Сайлент Хиле, в Резидент Ивале, там, я не знаю, блядь. В Uncharted, да где угодно, блядь. Ты переживаешь... Все, у меня уже мозг превратился в эти черные слюни, блядь. Короче, ты переживаешь за персонажа и хочешь хорошую концовку. Но здесь мне уже было настолько похуй, блядь. Мне уже настолько заебала эта игра. И настолько блядский этот персонаж какой-то. Он не такой, блядский, как в первых двух частях, но все равно блядский. Потому что, ну, ради умирающего ребенка убить всех, включая себя, блядь. Ради чего? Ради того, чтобы какая-то инопланетная мразь могла поиграться в дочке матери, убивая при этом тон, толпы людей. Блядь, вы что, совсем ебнулись там нахуй? Это полная чушня, блядь. Просто бред. И почему я должен переживать за таких персонажей? И да, все-таки я оказался прав в конечном итоге. Главный герой этой игры тоже тварь. Хоть и не такая масштабная, как в первых двух, но тоже, сука, тварь. Конченая. Я опустошен. Я просто опустошен этой игрой. Я надеюсь, что четвертая амнезия не будет никогда, блядь. Иначе придется объявить войну Швеции и уничтожить ее ядерными боеголовками. Одно меня только радует. Теперь Доби свободен. Это конец. Все, все, нахуй. Теперь я буду писать обзоры на цивилизацию. Я буду проходить те игры, которые я выбираю. Я, не знаю, буду совмест... Я, блядь, лучше в ДБД буду играть, блядь. Писать какие-то совместные летсплеи, блядь. С ребятами. Но только не вот этот пиздец. Все, я больше не могу. Я не вывожу эти игры, блядь. И вообще, игры, где нельзя драться, меня угнетают. Даже, блядь, в этом. Даже в чумных историях. Там нельзя драться. Ну, там можно придумать какой-то логический способ, как победить противников. А не просто сидеть и смотреть на него. Хо-хо-хо, как он дает пизды. Все. Все, конец. Нахуй. Все, до свидули. Спасибо, что вы пережили со мной этот ебаный ад. Надеюсь, больше никогда не оказаться в мире ебучей амнезии. Всего-всего. Всего хорошего. Астал эго. Субтитры сделал DimaTorzok